Девушки отдыхают Здравствуйте! Меня зовут Игорь. Я пришел сюда найти свою, возможно, любовь. Я ценю в первую очередь девушке качество, женственность и красота. И в первую очередь, конечно же, друг. Я хочу, чтобы девушка была моим другом. И важным дополнением будет, если она будет уметь хорошо готовить борщ. Со мной пришли мой друг Евгений и мой друг Винянин. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь, 27 лет. Встретил свою первую любовь в лифте. Закрутился бурный роман. Но возлюбленной больше нравилось вести беззаботную и праздную жизнь, чем проводить время с ним. Через два года они расстались. Игорь – руководитель торговой интернет-площадки. Изучает испанский язык, любит активный отдых, увлекается кайтсерфингом, летает на параплане. Предупреждает, что работает по ночам. Мечтает совершить кругосветное путешествие на яхте. Игорю не нравятся агрессивные блондинки и модницы. Женится на женственной и ухоженной девушке, которая будет разделять его интересы и уедет с ним на край света. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Я тоже. Ну вообще круто познакомиться в лифте. Вообще да, но это было, скажем так, знакомство уже по тому поводу, что мы уже были знакомы предварительно. Она была моя соседка и все, что мне нужно было сделать, это… А, ну то есть переглядушки уже были до этого? Да. Нужно было завязать разговор. И попался хороший случай. Мне нужно было ставить только руку в дверь, раздвинуть дверь. Я зашел, познакомился. И она мне улыбнулась. В силу занятости, загруженности современной, все может произойти. Боже мой, в домашних тапках просто… Так и было. Я бегал действительно к ней домой, она бегала ко мне. Мы встречались в подъезде, то есть мы в принципе… А родители были в курсе? Ну конечно да, сложно спрятать своих родителей, когда они живут с тобой. Дело в том, что моя квартира была съемная, она жила в этом доме. Ну разумеется с родителями, я без, да. И пришлось познакомиться быстро с родителями. А сколько годков-то было ей и вам? Я был молод, юн. Мне было 22, я сейчас уже не вспомню, честно говоря, потому что все-таки время прошло. Ей было 19. Ну опыт жизненный у него небольшой, если была только одна девушка. Но мне кажется, она многих умалкивает. Да, скорее всего. Она была из какой семьи? Она была из хорошей семьи, разумеется. Вчур, разумеется. Там дом такой был, просто честно говоря, что если посмотреть, в принципе, там я не видел каких-то людей, которые выделяются. То есть в принципе все семьи были гармоничные. Но у вас тоже семья прекрасная, вполне обеспеченная. Где ваши родители? Они живут, они разведены, живут в разных местах, поэтому сказать, что это семья, это сложно. Ну в разных местах имеется в виду не Тула и Ужгород. Ну планета нашей. Она в Америке, по-моему, в Европе, да? Моя сестра уехала в Нью-Йорк, это было порядка шести лет назад. А мама уехала порядка пятнадцати лет назад из России. И теперь она, кстати, на меня смотрит сейчас. Одет он так. Да он вообще нормальный парень. И вы с шестнадцати лет остались в свободном плавании самостоятельно? Я вам объясню на самом деле, что произошло. Я с двенадцати лет вообще так получилось, что очень увлекаюсь информационными технологиями. И я не представляю свою жизнь без этого. И в шестнадцать лет это тот возраст, когда я начал разбираться. У меня появился какой-то трезвый ум, какой-то опыт, руки, возможности. Мы с другом открыли первую компанию нашу. Мы делали сайты, разумеется. Это еще самое начало такое было, когда в России это все зарождалось. И я не нуждался в том, чтобы жить с родителями. Это очень хорошо, что он зарабатывается. Слушай, в двадцать семь лет это было бы... Нет, Сережа, я знаю кучу людей, в нашей тем более стране, которые не зарабатывают ничего. В двадцать семь лет все отношения с своих родителей до сих пор. У богатых родителей, тем более, у него богатые родители, ну, как стоятые родители. Игорь, и вот вы, вы знакомитесь в лифте с девушкой, которая из хорошей семьи, живет в таком вот доме. У вас начинаются с ней отношения. Почему вы сегодня не с ней? Дело в том, что есть некий такой мейнстрим, да, то есть что делать, когда есть деньги. То есть в Москве, к сожалению, это тоже очень сильно присутствует. И тратить деньги, не зарабатывая их, это, конечно, несложно. Просто, как правило, траты эти очень неразумны, да. И они, ну, то, что я видел, к чему они приводят? Ну, к красному они приводят. Зависит от человека. Нет, просто мне интересно, что значит тратить деньги, которых нет. Откуда? Ну, родители имеются в виду, что он имеет в виду, когда не ощущаешь ценность денег, их легко тратишь. Просто было две ситуации. Первая ситуация, могу рассказать, вот, с Грузью была связана, да. С чем была связана? С Грузью. Операция силиконовой. А, о, это потрясающая история, да. А зачем ей в таком молодом возрасте? Вы знаете, я предпочитаю. Чтобы соответствовать. Не задаете вопросы, да, потому что это ее личный выбор, она сказала, я хочу. Девушка, которая находится в отношениях и чувствует со стороны своего мужчины восхищение, поддержку, никогда в жизни не пойдет на такой шаг, никогда. Решила и решила, то есть я даже влазить не стал, но решила, я посмотрю хоть на силиконовую грудь, да, с другой стороны. Конечно, кстати, я ее не увидел в итоге, да. И она захотела, чтобы вы были рядом с ней, присутствовали как природа в больнице. Ну, на самом деле, с одной стороны, это вроде нормально, но она жила... Нет, вообще это не нормально, но ваша версия, будем к ней с ней придерживать, для вас это нормально. Ну, не при родах никогда ей вставляли грудь, то есть дело в том, что есть постоперационный период, да, некоторые... Да, когда она лежит у себя в бинтах после наркоза, и чтобы вы держали ее за руку. Она была у мамы. Высокие отношения. Мама у нее очень прекрасный человек, им очень хорошо, и я был вынужден уехать из России. И очень быстро, и она мне даже как бы не сказала, что это там, я не хочу, чтобы ты уезжал, да, еще что-то. Я не придал этому сильного значения, я уехал, по прилету я включаю свой телефон, мне СМС с нелестного содержания. Ну, я не придал этому значения никакого, и я думаю, приеду, поговорим, да, собственно говоря, что уж решать сейчас, данное расстояние. Я прилетел через неделю, но у нас не было особо времени поговорить, так случилось, что... Она уехала в Америку, познакомилась там с вашей сестрой. Ну, вы, естественно, попросили сестру показать Нью-Йорк, и что, она там загуляла? Прекрасно показала ее Нью-Йорк, на самом деле. А, ну, перед поездкой в Америку все понятно, в Америке там... Там любят, там это очень ценит форма. Они поехали в Майами и... С новой грудью, подружка. С новой грудью, разумеется. Время прошло, я так понимаю, очень замечательно. В Майами тем более. Пляжный сезон, нужно быть во всеоружии. Она приехала в Москву, ну и вроде все, да, то есть отдохнула. Через какое-то время мне все-таки посчастливилось узнать, что проводили время они не вдвоем, а в компании двух молодых людей. Я не знаю, я не люблю просто догадываться. Дело в том, что... Ну и спросили бы ее? Я спросил. А она что, в отказке? Ну и в Майами погуляли. Так все-таки сегодня в двух предложениях можете сказать, почему расстались? Вот видите, всплывает Америка, ревность, недопонимание. Наверное, я мало уделял времени. Я очень много работал. Очень хорошо, что вы... Я это понимаю. Это понимаете. Я это понимаю. Игорь, а вот вы только в лифте знакомитесь или еще где-нибудь знакомились? Я знакомился. Это же сам специалист в интернет-технологиях. А как это связано? А в смысле вы имеете в виду по работе? Ну, вы знакомились в интернете, не знакомились, нет? Один раз я познакомился в интернете, но у меня было лет 17-18. Ну и как опыт? Классный. Классный? Хорошо. А может быть еще класснее, если вы будете знакомиться. Ну, если сегодня у вас там как бы не сладится, хотя, надеюсь, что сладится. У нашей программы есть свой сайт знакомств. Двое ТВ. Вот, так что заходите. Ты знала об этом? Нет, не знала. Может быть сначала туда надо. И все заходите на наш сайт Двое ТВ. Игорь, вы готовы жениться? Я хочу сказать, что да. Я бы хотел создать семью, потому что я чувствую, что мне нужна какая-то уже остановка. Потому что меня мотает, я не знаю, то ли в России, то ли в Испании. Ну, тогда сориентируйте нас. На что нам сегодня особо стоит обратить внимание? Что бы вы хотели узнать? О девушках? О девушках, да. Я бы хотел узнать их... Что для вас важно? Мне важно, наверное, их ум, да. То есть не знание, не чтобы девушка была, да, словарь. Мне важен трезвый ум, который не говорит, ой, я хочу там эту сумочку, да, ой, какая она красивая. Я хочу девушку, которая скажет, ну, да, хорошая сумка, в принципе, я могу ее себе купить, да. Но мне она не нужна, у меня есть сумка, да. То есть я не говорю... То есть вам девушка нужна самостоятельная и состоятельная? Которая может себе купить, но думает, нафига у меня их уже стоят? Девушка, которая понимает, что ценность вещей, она надумана. Потому что это бренд, все, за ним ничего. Он противоречит сам себе, когда утверждает, что ему нужна девушка, которая вообще нематериальная, насколько я понимаю. Он не сказал нематериальная, он просто не любит модниц. Дай про деньги тогда выяснить. Давай, вот про это интересно. Вы хотите в кругосветное путешествие на яхте, правильно поняла? И я хочу купить себе яхту, чтобы не платить... Когда купите? Я уже присмотрел 25-метровую мачту, яхту с мачтой океаническую. И когда купите? Я планирую, что в следующем году, в начале лета где-то. Почему себе он уже подготовился, видимо, основательно. В путешествии. В этот момент. Кругосветное. Про яхту-то. Яхта-то не дешевая удовольствие, значит, на ногах стоит уверенно. Это хорошо. Но яхта на посредние деньги не покупается, значит, у вас уже все в порядке и с квартирами, и с... Нет, может быть, у меня с квартирой не в порядке, а яхта хорошая. Знаете, тогда получается очень по-пацански. Это как новые русские в 90-е годы. Жили все в коммуналке, в Повалково, но зато ездили на джипах. Я вам объясню. Нет, если жениться, вот я как с позиции женщины понимаю, что яхта – это баловство, это на лишние деньги. Точно так же, как баловство – дорогая сумка, когда у тебя нет денег на ежедневное проживание. Получается, что вы от женщины требуете больше, чем сами готовы дать. Меня этим уже не удивит. Ну, это хорошо. Его деньгами, его яхтами, удачами. Главное, чтобы ему было еще чем-то удивить, кроме своих денег. Кроме своих денег. Да, тебя. Я вам объясню. Яхта для меня не способ как-то отделиться, да, там отличиться, выделиться. Яхта для меня способ найти то место, где я хочу остановиться. Я хочу проплыть по Евразии, я хочу съездить в Мельбург, Австралию, я хочу обогнуть, в принципе, теплую часть побережья. Вы смотрите, и ни разу здесь не прозвучало «хочу женщины», желание женщины. А если женщина ваша, которую вы полюбите, скажет, нет, я с тобой не могу, потому что вы же хотите девушку занятую, чтобы занималась, чтобы у нее были свои интересы. Она скажет, я не могу потратить два года своей жизни на твое увлечение. А без тебя два года, это слишком, слишком долгий срок, поэтому как-то я не готова. Ну, я ни в коем случае не имел в виду, что два года я проведу на яхте, я могу поплавать. И без нее прекрасно, если она не хочет. Опа, а зачем это? Без нее поплавать. Я считаю, что надо уже знакомиться. Роза, Вася, достаточно. Ой, значит, Игорь, запомните такую вещь, что я всем женихам говорю, если качество вашей жизни улучшилось, после женитьбы хорошую жену взяли, ухудшилось, плохое. Вот вариант, который у вас был, слава тебе, Господи, что не женились, в общем-то. Я думаю, что качество бы ухудшилось. Вот знаете, как узнать, хорошая будущая жена или какая? Я думаю, что на родителей надо посмотреть прежде всего. Да я в ее маму влюбился вообще, что вы? Послушайте, если девушка уважает своих родителей, значит, уважает традиции, значит, научили уважать мужчину. И более того, если она в процессе, а сегодня это всегда видно в нашей программе, если вы видите, что она уважает других, но при этом не позволяет неуважительное отношение к себе, хорошая жена. Вот я буду на такую преобожающую себя невестку. У меня такое впечатление, что вы плохо себя знаете, Игорь. Нельзя по одной единственной истории девушке, ну, судить о классе, да? Есть принцессы из, да, из очень-очень обеспеченных семей, с добрым сердцем, с открытой душой. А есть девушки из интеллигентных, но очень бедных семей, злюки, ненавидящие весь мир и совершенно при этом неинтересны. Все очень по-разному. Все по-разному складывается. Поэтому я вам сегодня желаю встретить девушку, которая вас по-настоящему заинтересует, поведет за собой. И вы, укоренившись в каких-то своих взглядах, вот как вам кажется, это и есть истина, чтобы немножечко удивились самому себе и сказали, как круто, ну, надо же, она вот вся в бриллиантах, а какая клевая. Ну, образно говоря. Поэтому я хочу вас чуть-чуть, чтобы вы сбились. Вот мне кажется, он просто дурачок, а не у него не разбежаться. Я надеюсь, он не кичится, вот это самое ужасное. Потому что там про него очень много колорита, и я знаю, что он скромный. Ох, Игорю, сложно найти свою единственную, потому что, во-первых, очень человек требовательный. И требования ваши разноречивы. Вы сами к себе их предъявляете, хотите от себя всего сразу, все успеть. Точно так же и с женщиной. Вы с одной стороны, со своей Венерой в Деве, человек, который знает, что почем, и женщина слишком воздушная, легкомысленная вас не привлечет. Вы будете все время к ней с каким-то очень жестким цензом подходить. И в то же время, если она окажется материалисткой, меркантильной, заинтересованной в деньгах, то тоже она будет ранить ваши живые части души. Так а он, по-моему, самый заинтересованный в деньгах на данный момент. Вам нужна девушка уже с определенным опытом, тоже понимающая и знающая цену деньгам, но в то же время не делающая на них акцент. Это прежде всего. Но и внутренняя зрелость ее должна быть в терпении, в сдержанности, в спокойствии. Потому что с вами в личной жизни придется терпеть многое. Увы, должна это констатировать. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Игорь. Встречайте первую невесту. Удачи! Игорь, здравствуй. Как врач-стоматолог, я хочу тебе сказать, у тебя прекрасная улыбка. Меня зовут Лилия. Очень приятно, Лилия. У вас тоже ничего. Спасибо. Проходите. У нее самый рот красивый. И нос сделанный. Заметили? Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте. Я пришла на передачу с моей мамой. Ее зовут Любовь и с моей лучшей подругой Мариной. Здравствуйте. Как мама молодой выглядит. Давайте на вас посмотрим. Лилия. 24 года. Врач-стоматолог. Любит готовить блюда украинской кухни, много путешествует, предупреждает, что до свадьбы не будет жить с мужчиной под одной крышей, мечтает о большом и уютном доме. Возлюбленный Лилия окружил ее таким вниманием и заботой, что она была на седьмом небе от счастья, но терпеть его ревность и тотальный контроль она не смогла. Надеется, что с Игорем ей будет спокойнее. Ну, я бы на месте вашего молодого человека тоже бы вас ревновала. Я прямо представила вас в белом халатике, близко-близко к пациенту, докторица такая. Ну, вы же все это понимаете про себя? Конечно, это знаю. Но я очень строгий врач, поэтому никаких таких мыслей не допускаю от своих пациентов. То есть сразу пациенты к хирургу, если что? Да, конечно. И анестезию. Что-то удивительно. Нет, ну она молодец, смотрите, силиконовую грудь закрыла. И чем занимался ваш молодой человек-ревнивец? У него был бизнес свой. А познакомились не когда он сидел в кресле с открытым ртом? Ситуация почти была, как вы говорите. Мы познакомились в общей компании друзей. И спустя некоторое время он мне сделал сюрприз и пришел ко мне на прием в роль пациента. И закрутилось у вас, завертилось? Закрутилось, завертелось. Роман. Он очень красиво за мной ухаживал. Что же вы там такое ему показали во время его визита к вам, что он ревновал вас впоследствии ко всем вашим пациентам? Не только к пациентам, к докторам. В ресторан тоже мы не могли ходить, потому что то этот на тебя посмотрел, то этот на тебя посмотрел. То есть патологический ревнивец, который устраивал постоянные истерики, доводил меня до истерик. Старше вас? Старше, да. А жениться не предлагал? Были разговоры о женитьбе. Учитывая то, что он познакомился с вами, тоже будучи пациентом, неудивительно, что он ревновал вас к другим пациентам. Может быть. Но первый приступ ревности был при первой же поездке за границей. Да, да. Мы поехали отдыхать. Мне кажется, чтобы хорошо узнать человека, нужно съездить с ним отдохнуть, потому что ты проводишь 24 часа вместе. И как раз вот истерики первые начинались там. А там-то к чему ревновал? К официантам, к барменам, на пляже. А вы вообще кокетка? Как вы считаете? Я думаю, что нет. Нет? Нет, не кокетка, я... Нет. Нет, ну что вы! Ну что вы! Чем не такая? Да бросьте! И что стало последней каплей? Последней каплей это был поход в ресторан, где он закатил истерику и начала плакать. Прямо в ресторане мы поехали к нему домой продолжить разговор. Руки не распускал? Нет, руки не распускал. Оскорблял? Ну, конечно, оскорблял. Угрожал тем, что он что-нибудь с собой сделает, если мы расстанем. Ну, это были такие разговоры. Да. У нас постоянно походы куда-то, в какое-то место заканчивались истериками. Но ведь вы же по его просьбе даже с меня не работали. Да, я поменяла работу, потому что был сугубо мужской коллектив. Вы представляете, пять лет учиться в институте, иметь 6 лет, иметь любимую профессию и уйти только из-за того, что ваш возлюбленный приравновал вас к ассистенту, который ассистировал вам, мальчик, идиотство. Но сегодня вы чем занимаетесь? Я также продолжаю работать, только на новой работе уже. Ну, слава богу. Нет, я живу на деньги мужчин. Вот и я. Вы слушали историю Игоря. Как вам все? Поедете с ним в кругосветку? Бросите свою работу ради мужчины? Я, если мужчина влюблена, я смогу это сделать. Матологи нужны всем, кстати, везде. В том числе она будет походу, что она идет. Да, возьмет она с собой сумочку такую. Редикюль. Да, да, редикюль. Доктор на выезде. Вообще, на что готова ради мужчины? Я готова, в общем, наверное, на все поступки. Что вы говорите? А зачем? А ребенка? Ну, вообще, сейчас трудно об этом говорить, но есть женщина, которая готова оставить своего собственного ребенка ради мужчины. Ну, я знаю, почему не готова она. Мне это нравится. Вы не будете жить с мужчиной до свадьбы. Правильно я поняла? Да. То есть, ну, имеется в виду никаких проверок, все после свадьбы. Это имеется в виду под одной крышей. Да. И вести совместное хозяйство, Роса, имеется в виду. Вот как вы к этому относитесь? Все после свадьбы. Вы завалировали вопрос. Хорошо, пускай невеста нам раскроет. Ну, не все, я думаю, просто вести совместное хозяйство. Понимаете, остаться ночевать у любимого или стирать, гладить, убирать совместные деньги, это две большие разницы. Я не думаю, что Лиля настолько принципиально, что она не останется у своего там друга. Пускай останется. Лиля хорошо сказала, на самом деле, что прекрасно, если куда-то съездить вместе на месяц. Мне это будет тоже хорошая проверка, потому что действительно есть небольшое. А домик на Бали потянете, потому что мы хотим. Я знаю, что у вас домик в Испании, а мы на Бали хотим, да? Ну, можно. А можно вопрос жениху? Вопрос о ревности, вот больной темой был в предыдущих отношениях. Если скажу, что нет, можно сказать, что я, значит, плохо люблю, да, там. Я действительно не ревнив, потому что если на мою девушку смотрят, это значит, что у меня очень хороший вкус, и моя девушка имеет за собой смотреть. Мне приятно. Но ревность, она всегда приятна. Она всегда приятна, если она не переходит какие-то границы. Лилечка, я знаю, что вы какой-то вкусный сюрприз приготовили. Да. Будем завидовать, пока вы будете угощать жениха. На голову, да? На голову, да. Помоешь мне, пожалуйста? Тебя здесь, я думал, ты мне хочешь. Нет, нет. Что ж ты делаешь, варвар? Я не умею. Боже мой, варвар, иди ко мне, Лиля. Нет, нет, я сам, 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 стоп. Сейчас, Лиля, подожди. Подожди. Ой, зачем же он с ней там? Нет, не умелые ручки, ну что ж так. Венок не может одеть девушка. Он есть в печу, в какой спорте. Довольно. Нормально? Просто варвар. Давайте покормлю, Лиля. Я хотела я. Сама поешь? Да, видишь, что я. Сама покушаю. Игорь, я очень люблю готовить украинскую кухню. Честно, сама приготовила? Честно, сама приготовила. Я из Киева прилетела вчера как раз. Я там ел. Из Киева? Да, вчера. Замечательно, попробуем, как мы готовим. Главное, чтобы было вкусно. Но по старинке же путь к сердцу мужчины лежит через шуток. Горячий очень. Горячий, да? Погуть немножко. В рот вот и могу. Игорь, мой мужчина всегда будет накормлен. Какие вы молодцы, девчонки. Проходите в свою комнату. Молодцы. Жених, конечно, вообще замечательный. Жених замечательный. Замечательный парень. Нам очень понравился, да? Все получилось. Нам понравился. Игорь, мы с ним бороться. Я думаю, мы ему тоже понравились. Как вам, парни, понравилось? Да, понравилась девочка хозяйственная, красивая. И мама хорошая, на самом деле. Мама приятная. По маме очень маловажно. Что не маловажно? По маме можно сказать, какая будет девушка. Прямо как первая девушка, и уже повезло, да? Умная, такая хитренькая в меру и правильно делает. Меня смутило то, что она не готова жить вместе с любимым, однако же готова поехать. Да, с вами поживи, вы потом не жите никогда в жизни. Мне кажется, это она так сейчас говорит. Послушайте, ребят, ей 24 года. Почему она должна свои лучшие годы на пожить тратить? Почему вообще она что-то должна? Давайте скажем откровенно, она красавица, и она знает это про себя. И она может рассчитывать на серьезные отношения со стороны мужчины, чтобы он приглашал ее в ЗАГС. После того, как с ней повстречается, а не просто предлагал пожить. Это понятно, но однако же жить вместе, это тоже проверка. И может так оказаться, что после ЗАГСа человек окажется истеричкой. Вот мне дочь тоже все время рассказывает, о чем проверка-то. Важно там и условие понять. Нет, все мужчины сейчас предпочитают гражданский брак. Ну потому что это удобен. Потому что ты поживешь гражданским браком, потом все, будешь всю жизнь в гражданском браке. Ну если для девушки принципиально, она же не говорит, что она не останется у него там ночевать, или не пригласит к себе, но вот это жить и вести совместное хозяйство, она не будет. Я согласен, кстати, если честно. Вот так. Понравилась Лиле? Она красивая, но, наверное, маловато, наверное, 5 минут, чтобы узнать человека ближе. Я бы хотел узнать ближе, возможно. Нет, но есть девушки, с которыми хочется продолжить общение после 20 минут знакомства, а с другими активно нет. Поэтому вам, вас, Лиле, заинтересовала? Красотка. Роза? Ну мне Лиле понравилась. Хорошая девочка. Мне ее профессия очень нравится. Люблю врачей-стоматологов. Профессия есть. Всегда прокормят ее, всегда. Да, и они все-таки ладненькие, ручки чистенькие. Все прямо... И она так сложена, очень приятственная. Лиль, жених понравился-то тебе? Да, жених мне очень понравился. Замечательный молодой человек, да. Лиль, произвел впечатление, да? Игорь, мне понравился. А если он в комнату-то войдет, то ты вынужден? Я думаю, да. Я могу сказать, что мужчины с Венеры в деве, такие как вы, часто выбирают себе спутницы, учительниц или медиков. Нет, медиков просто, потому что они производят впечатление и серьезных, и заботливых, и внимательных, и таких сдержанных. И все это в ней было представлено полностью, абсолютно. Мне она очень понравилась, считает себя весами, хотя на самом деле она знак скорпиона, самое начало. И это тоже родственная вам стихия. Я считаю, что эмоционально вы в ней можете найти и опору правильную для себя, и человека, который будет зеркалить ваши эмоции где-то. Поэтому мне понравилось. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. В эфире Давай поженимся у нас в гостях Игорь. Встречайте вторую невесту. Удачи! Здравствуйте, Игорь. Меня зовут Катерина. Я так же, как и вы, за внутреннюю и за естественную красоту. Спасибо большое, что вы со мной. Ну, невеста как-то прям... Готовилась ко встрече с судьбой тщательно. Давайте на нас посмотрим. Екатерина, 22 года. Помощник генерального директора по маркетингу в крупной компании. Увлекается историей России и Европы 14-19 веков. Любит путешествовать, 12 лет занималась спортивными танцами. Мечтает о простом женском счастье. Первый избранник Екатерины красиво ухаживал, но не любил. А со вторым она не смогла наладить совместный быт. Надеется, что с Игорем можно обо всем договориться. Катерина, а как вы поняли, что ваш избранник вас не любил? Ой, на самом деле я не сразу это поняла. Потому что человек за мной очень красиво ухаживал. И я до этого никогда... То есть мне кроме родителей никаких подарков никто не делал. Сколько лет вам было? Мне уже было 20 лет, а он мне начал сразу. То есть буквально прошла там 2 недели, меня это даже пугало. Он мне говорит, у меня есть вторая машина, возьми. Ты же только вот недавно начала ездить, возьми, у меня лучше. Я говорю, да я у меня есть своя. Ключи от квартиры. От квартиры. Как будто не подарки, это попользуйся. Нет, и давал... То есть я, например, мы могли сидеть в кафе, и я могла просто сказать, что я там увидела там где-то какую-то там вещь, да. Ой, поехали, сразу ее купим. А зачем говорили ему, что вы увидели? Рассказывала. То есть я никогда... У меня есть средства на то, чтобы купить эту вещь. Нет, ну знаете, вы тоже, я там, где вы учились, я преподавала. Я тоже начинаю мужу очень издалека, очень издалека. Ой, Лильке вот купили, так вот красивая, но мне вот она 300 лет в обед не нужна. Я знаю, о чем вы говорите, но даже мои друзья могут сказать, что я не такой человек. Ну хорошо, хорошо, с молодыми людьми можно говорить не о том, что вы где-то велики. На то они и друзья, да, еще? А, что-нибудь не помогает? Хорошо, Катечка, мы поняли. И он тут же бежал и вам покупал все это. Я не сказала бы, что я это все приняла. Я этого не говорила. Мне кажется, такая вружка сидит тут, прям рассказывает, какая она вся правильная. От чего вы отказались? Отказалась от подарков, которые были не на празднике. То есть я его знала мало, я его знала очень мало. От каких подарков вы отказались конкретно? Вот он вам прям дарит, а вы говорите, я не возьму эту бриллиантовую подвеску. От чего вы отказались? И по каким соображениям? Если вы с ним встречались, он был ваш парень, притом настолько близкий, что вы ему могли... Но в том-то дело, что он мне не был настолько близок, чтобы я могла принимать эти все подарки. Да, но рассказать о том, что вы увидели роскошное пальто за 15 в Столешниковом, вы могли. Перестаньте, Катя, не люблю. Вот как только начинают девочки, мальчики считать, что они умнее и хитрее, мне такое отторжение. Не надо говорить. Вы имеете право на свое собственное проживание. От чего отказались-то? От чего? Хорошо, отказывалась от подвесок, от серег, от таких. Все, у меня нету. Я даже такое не ношу, я такое не люблю. Можно вопрос все-таки, почему? Не на праздник, потому что? Потому что хотела сразу все. Думает, не буду брать ни подвески, ни сережки. Я заберу его, сразу все, придет время. А сейчас, хоть думаю, я такая хорошая, бескорыстная. Тема, это, конечно, очень зыбка. Подарки, принимать их, не принимать. А почему вы отказывались от близких отношений с ним? Вот давайте не при материальной. То есть что вас удерживало от того, чтобы делать... Я не говорю про интимную сторону. Чтобы почувствовать его своим, чтобы начать с ним встречаться, развивать эти отношения как-то дальше. Мне достаточно сходить с человеком в кино, погулять по парку. У нас прекрасно сделали парк в Москве. Пообщаться. А он меня постоянно пытался показать, что он, знаете, он из небогатой семьи. Он заработал это очень быстро. И очень... К нему это все пришло. А мне все это пытался показать. Я вот достиг, у меня есть деньги. Я смогу содержать женщину, которая тоже есть деньги, у нее есть хорошая машина. У меня дешевле машина, ему было не так комфортно. Кать, вот все, что вы говорите, это абсолютно не складывается в одну картинку. Во-первых, я, извините, не ослепла от вашей красоты. Я понимаю, что приходят девчонки, которых ребята просто покупают. Или мужчины. Потому что им в кайф, им лестно прийти на какое-то мероприятие. Это раз. Вы скромных внешних данных. В вас влюбился молодой человек, который не знал, как за вами ухаживать, как ваше сердце растопить, чтобы вы обратили на него внимание. И подарками, и вниманием. И приглашал он вас, везде, не прятал. Знаете, ни от друзей, нигде. Тогда я не понимаю, почему у нас вообще разговор зашел о нем. Очень странная какая-то история. Какая-то, да, прям, какая-то прочитанная в глянцевом журнале. Он спонсор был, да? Ну, просто богатый парень. А почему ты с ним общалась вообще, если у тебя с ним что-то не целовали? Он мне понравился. Понравился мне человек. И ты с ним не целовалась. А долго ты с ним не целовалась? Вот смотрите, парни, вот смотрите. Понравился, клевый, дарил подарки. Почему? Если он ей понравился, она с ними стала продолжать отношения. А сколько ему лет было? Потому что в итоге он мне сказал, знаешь, нет, я все-таки люблю другую женщину. Ну, если так, то, конечно. Так и было. Она какая-то фантазерка. Что-то там какая-то история. Но у вас еще была швейцарская история. Я поехала к друзьям. Друзья там в квартире, они живут в институте, учатся в Цюрихе. Ну, это общий друг моих друзей. Он русский. Ну, вот мы с ним познакомились, пообщались, и все, я улетела. Потом он мне начал звонить. Он мне очень понравился сразу, буквально в первый взгляд. Мы начали с ним общаться. Он мне там звонил, ну, вот так, где-то месяц. И потом он мне говорит, ну, у меня к тебе чувства. Я бы хотела, чтобы ты прилетела ко мне. И я полетела, я осталась там, мы с ним жили. Почему вы расстались? Мне кажется, во мне была, наверное, какая-то проблема, потому что он начал ко мне сначала придираться, но я не думаю, что это беспочвенно придираться нельзя. Что его не устраивало в вас? Я очень чистоплотная, очень. То есть, друзья, мне тоже надо соврать. Я все везде всегда убираю. То есть, постоянно мне не должно нигде не валяться ни единого. Молодец. Волоска, ничего. Я готовлю. То есть, я все-таки люблю делать. Но у меня никто в семье... Не ест. Нет времени ни у кого ради работы. Но он не оценил ваше старание или ему очень нравилось? И потом он начал говорить, вот тут... А он тоже очень чистоплотно говорит, вот тут твой черный волос. Я говорю, ну, я брюнетка. Убери. А может, это не твой черный волос был? Мой, мой. А ты уверена в этом? Ох, какой он сразу затронул эту тему интересную. Любящее сердце навряд ли будет цепляться к этому волоску. Может быть, изжили свои отношения? Мне кажется, что я начала копаться. Ну что? Что вы такого могли сотворить? Ну, может быть, я устраивала какие-то беспочвенные... Не скандалы, я не умею строить скандалы. Придиралась тоже, может быть, к чему-то. Мне так кажется. Мне кажется, я такой чувствую, что я могу. Ну, это все по молодости. Девочка выливненькая, красивая, но я думаю, что для семьи она просто лада. Девочка, не ее, да, еще время. Сюрприз покажете? Да. Игорь, мне рассказали, что вы увлекались или увлекаетесь до сих пор, я не знаю, буддизмом, что это вам очень близко. Поэтому я так увлекаюсь историей, в магазине нашла вот такую картину. Какая прелесть. Если вы меня выберете, то я думаю, мы где-нибудь ее повесим к маме. Сюрприз должен радоваться. А эмоции у него какие-то и не очень. Нет, ну он залудался, конечно. Я себе хотел такую, честно говоря, просто не было возможности. Мы угадали. Умница, умница. Катенька, дай вам Бог здоровья и жизни без плохих приключений. Проходите в комнату. Спасибо. Как вам? Замечательная девушка. Она во всяком случае не, знаете, как вот не мнется, да? То есть она говорит, в принципе, как есть. Возможно, где-то она сама чего-то не понимает. Ну, юная, да? Да. Та история странная. Она встречалась три месяца с человеком, он ей дарил подарки. Ну, ладно вам. Ну, что я, если я не прониклась до конца к человеку? Я не думала, что он от меня ходит. Ну, он просто привык, что к нему все девушки сразу в постели проникли. Ты подарки забираешь их потом сразу в постели? Да что? Я так не могу. Как тебе, невеста? Очень понравилась, но, конечно, здесь и не пахнет той внутренней зрелостью, которая в женщине для вас необходима. Она, правда, еще очень юная. Но это, кстати, совершенно не ее недостаток, отсутствие этой зрелости. Катя, тебе понравился Игорь самой? Он мне понравился, но очень много в нем вещей, которых я не поняла, которые мне непонятны. Я предлагаю Игорю встретиться с третьей невестой. Проходите. Привет, меня зовут Юля, давно хотела попробовать кайтсерфинг. Научишь меня? Да, Юль, по-любому. Спасибо, проходите. Привет, мне нужны свои деньги, я хочу походяться на кайтсерфинге. И он такой, аааа. Нет, он такой незаинтересованный. Да, да, вот мы тоже. Он как будто бы все обязаны. С кем вы? Я со своим самым любимым, дорогим человеком на свете, со своей сестрой Марина. Родная? Здравствуйте. А разница в возрасте? Семь лет. Вы старше? Да. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия, 24 года. Имеет три образования, продолжает учиться и работает помощником-руководителем лизинговой компании. Увлекается архитектурой, искусством и антиквариатом. Занимается йогой и фитнесом. Мечтает о счастливой семье. Юля познакомилась со своим возлюбленным в Австрии, где она училась, а он жил в Швейцарии. Они очень редко виделись и поэтому расстались. Надеется, что с Игорем им удастся осуществить свою мечту. Юлечка, вы перечислите ваше образование. По первому образованию я учитель английского языка и литературы, по второму маркетолог. И сейчас я учусь в Москве на магистратуре экономический факультет. А откуда вы приехали? Я украинка. Молодец. И ваши родители отправили вас учиться в Австрию? И там вы познакомились с парнем из Швейцарии? Он мой одногодка. Он жил в Цюрихе и продолжает жить. Но русский, да? Русский. Ну, как? У него семья он венгр, русский, там очень много всего. То есть родился он в Швейцарии по национальности. А говорили на комиской языке? Русский, английский на двух. И вы перебрались к нему в Швейцарию? Нет, нет, мы жили так на расстоянии, общались. Но все очень так быстро закрутилось. Был такой очень трогательный, нежный роман. Мне кажется, вот таких, как он, больше нет парней. Он прям очень внимательный. Детка, а почему не вместе? Потому что я поняла, что этого недостаточно для меня. Это вот детство. Он не зрел. Ровесник? По сколько вам было тогда? Ну, вот сколько у меня было? 22-23. 22, он был ваш ровесник. А какой зрелости вы от него ожидали? Чтобы он вам сделал предложение? Нет, не этой зрелости. Зрелость в другом заключается. В том, что он всегда жил со своими родителями в Тюрихе. Он никогда там особо не жил самостоятельной жизнью. Ему повезло? Ему повезло просто, понимаете? Никто не сходит об этом. И знаете, когда это все происходит на расстоянии, чувства, они как-то притупляются. Тяжело, конечно, когда отношения на расстоянии. Об этом все знают. А ты, как никто другой, знаешь. Я не знаю, мне кажется, что никогда на отношения на расстоянии не согласилась. Что вас там могло напрячь? Я понимаю, что если бы вы приехали с бедной Украины работать домработницей или нянькой в Швейцарию и встречались бы с обеспеченным мальчиком из богатой семьи, вас могло бы это ранить, такое неравенство. Но с вами тоже было все в порядке. Поэтому я хочу, вот к какой незрелости вы имеете претензии? Ну, потому что было много всяких смс-ок. А почему ты там пошла с девочками пить кофе? Я говорю, ну, как бы, а что мне делать? Купить в супермаркете растворимый дом и себе там... И это было очень много таких вещей, когда, ну... Ревновал. Ревновал ужасно. И даже там... А почему ты мне прислал один смайлик, а не два? Ну, детский сад, по сути. Ну, тогда в чем была велисть этих отношений? Почему вы говорите, что они были трогательные, прекрасные, самые лучшие? Ну, потому что, да, нет, я не говорю, что они были самые лучшие, да, такие были серьезные? Ну, как вам объяснить? Ну, это, во-первых, все эмоции, когда вот я вот так это чувствовала, мне вот так это казалось. Сейчас я понимаю, что, наверное, это просто затмение такое. Знаете, чем вы мне нравитесь, вот этот отпечаток проживания в Европе, он очень заметен. Мне нравится, как вы выглядите, как вы одеты, какие у вас волосы, какой у вас мейк, какие украшения, платье. Вот это ваша сдержанность у вас и вашей сестры. Это называется все в хороший вкус. Это приятно, правда? Потому что вы не пришли из декольте, до пупа, ну, все-таки такой позавчера все клубный вариант. Поэтому... А вы дальше будете образование там продолжать, еще, может, одно? Вы знаете как, у меня есть сфера интересов, в которых я хочу углубиться. Вот, это... Назовите. Я очень люблю искусство, антиквариат, винтаж. А что, прикупили что-нибудь или... Причем здесь, я думаю, вы, наверное, хотите участвовать на знаменитых аукционах, да? Ну, не без этого. Покупать? Да, закончить еще, наверное, и искусствоведческий какой-нибудь... Вы знаете, для этого не нужно получить образование. Сейчас доступно очень много литературы, он, при желании, открыл учебник и все почитал. А что, я не поняла, покупать будем или что? Ну, почему покупать? Участвовать... А если я люблю Левитана, и у меня нет ни одного полотна, и никогда не будет, и что? Но зато мы с тобой ходим в музей. Нам задают ужасный вопрос, а где Роза? Почему-то? Почему-то... Нет, девочки, в музее это и снимаю. Здорово. Вы как-то очень правильно к 24-м годам прожили свою молодость. У меня какая-то нордическая сдержанность, нордическая красота. Как снежная королева. У меня вопрос хорошо есть, на самом деле, по поводу антиквариата, да? Ты бы хотела, чтобы у тебя дома висели полотна каких-нибудь известных художников, чтобы у тебя стояла... Видите на этого вопрос? Ну, конечно, да. А что она может отметить? Потому что это приносит огромное удовольствие, когда ты просыпаешься, открываешь глаза, и первое, что ты видишь, прекрасное. Это шедевры. Это лучше, чтобы цивилизация создала вообще в принципе. Послушай, что в этом красивого сказал, Игорь. Что в этом красивого? Ему не нравится искусство смотреть. Ой, это вообще не мой вариант. Дело в том, что то, что прошло, оно уже прошло, да, по сути. И люди придали этому ненужную ценность, да, сделали торги, давайте продавать полотна. Ой, не расчариваю. Лучше красное махровое полотенце с обнаженной красоткой. Нормально, нормально. Пусть как и по музею ходят. Он может лететь так к вопросу о роскоши, он же так вот болезненно к этому вопросу. Да, я это имела, потому что полотна мне место дома. С другой стороны, для нее это не предмет роскоши, а просто как прекрасное. Да, да, здесь применимо к ней. Для меня вот вещи винтажные, антикварные, это вообще машина времени. То есть я когда вижу это, я понимаю, что была эпоха, 19 век, люди жили совсем другой жизнью. Их нет, а эта вещь осталась. И я ощущаю эту энергию того, что она пережила... Сестра. Младшая. Моя девочка так сдержать, так живи, умница. Насчет красивых картин и места ли им в квартире, это зависит от интерьера. Естественно, просто вырвать какой-нибудь музейный экспонат и повесить от себя. На что мне не жалко тратить деньги, это вечность. Это ценность. Это вечность. Ценность цивилизации. Хорошо. Покажите сюрприз. Было очень непросто выбрать я тебе сюрприз, поскольку я ничего о тебе не знала. Но мне хотелось затронуть струны твоей души. И поэтому... Коробка. Я хотела тебе подарить такую майку. На ней можно играть, потому что это музыкальный инструмент. А как это делается? Вот, сейчас я тебе продемонстрирую. Не можно не одевать, да, Елена? Нет, конечно. Я могу поверх, в принципе. Нет, серьезно? Играть на ней можно. Интересно. Игорек, повернитесь к нам. Супер. Я тоже такую хочу. Ну все, все, заигрался. Идемте к нам. Отпустим Юлечку. Марина, забирайте свою сестру. Скоро узнаете, кого Игорь выбрал. Пока подождите в своей комнате. Спасибо. Ну как же. Все как заказывали. Умница, красавица, образованная. Гибкая, молодая, опять же. Понравилась. Понравилась? Парня вам? Понравилась. Она, видно, что из хорошей семьи, воспитана очень хорошо. Я думаю, выбор за Игорем. В любом случае. А мне еще понравилось, что она с каким-то совершенно изысканным, изумительным вкусом. Да ладно, какая-то скучноватая она прям, как будто Юля 50. Повеселее надо. Мне вон Катюшка больше нравится. Она прям такая зажигалочка. И знаете, и вас, извините, на два года вряд ли кто оставит. Вынесет мозг, выпилит его просто. Я думаю, что он сам от такой, как Юля, не уедет. Достойная барышня. Но я бы не хотела, чтобы вы к ней шли, потому что мне хочется ее увидеть еще раз в качестве невесты. Так вы, как ли, ваша красавица, принцесса королевишная? Она принцесса королевишная. Ну, так еще ладно. Из-за нее пусть борется. Мужчины, прилипайте к телевизору, разглядывайте ее повнимательнее. Да, это наша звездочка. Я могу сказать свое оправдание, разумеется. Честно говоря, смутил факт антиквариата. Я реально не люблю антиквариат. Ну, честно, это дело не вкуса даже. Это дело, наверное, того, что я люблю избавляться от всего старого. Вы просто не видели антиквариат никогда, я подозреваю. Кажется, он в музее терпеть не может, поэтому... Видимо, так. Будете жить в голой комнате с картиной Буддынист. А девушка самая приятная, красивая, трезво мыслящая, замечательная девушка. Спасибо. Просто он не видел хорошего антиквариата. Да, им надо свозить его в Париж. Ты разовьешь ему вкус в Париж. Тех, для кого выбор своей судьбы в нашей программе оказался удачным, вы увидите очень скоро в праздничной юбилейной программе «Давай поженимся». Но кого же сегодня выберет наш жених? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Как повезло вашему другу, какие девчонки боролись за его сердце. Но придется выбрать только одну. И кто же она? На самом деле все девочки очень красивые и достойные. Но мне кажется, по темпераменту больше подходит Лили. По внешним данным, я просто знаю Игоря, и он любит таких девушек. Хотя я полностью согласен. Я тоже считаю, что Игорю подойдет Лили. Хорошо говорят. На самом деле, я пока очень думаю, все хорошие. Но Екатерина и Юля для других мужчин, а для вас Лили. Просто пара была изумительна. Вы выглядели фантастически. У вас глаз горел. Роза? Ну, 27 лет, конечно, вы еще не особо готовы жениться. И так вы тут вам сказки рассказываете. Но, как говорится, тренироваться надо. Репетиция должна быть. Поэтому я хочу все-таки за Катюшу. С ней и в путешествие поедете, и денежка там есть. И будет она расти с вами. И время вам даст развиваться там до 30, чтобы все успеть до 30-ника. Вот, Катюша, и жена будет хорошая. Так что не прогадайте. А те девчонки вам вряд ли дадут сразу штамм, кольцо и дети. Ну, ты выйдешь за ним, если возможно, исполни? Я еще подумаю сейчас. Скорее всего, нет. А звезды? Здорово, что профессия человека накладывает определенный отпечаток на его характер. Или наоборот, профессия выбирается, потому что характер таков. Потому что именно Лили со своими чертами врача, я считаю, что очень хорошо вам подходит. Поэтому я за Лилию. Спасибо большое. Я думаю, вы определились, у вас такой румянец уже нервный. Спешите, спешите к своей девушке, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Ксения, 25 лет, номер 2886. Арт-директор в клубной сфере. Сочиняет музыку, любит готовить, путешествовать, изучает психологию. Хочет встретить порядочного, уверенного в себе мужчину, который станет надежным спутником жизни. Дмитрий, 26 лет, номер 2887. Директор компании по инновационным технологиям. Занимается дайвингом, предпочитает активный отдых. Хочет познакомиться с веселой, стройной брюнеткой, с творческой натурой, которая любит природу и умеет вести хозяйство. Мы не знаем, выйдет Игорь один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стоматология тут, да? Согоните. Я бы хотел вас отсюда забрать. Конечно, у вас прекрасная компания. Но у нас впереди очень интересное будущее. У нас есть пара Игорь и Лилия. И мы вас поздравляем вместе с певицей Сати Казановой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...